Парадокс. Имеет два высших образования. Анастасия Гаян не может трудоустроиться. Говорит, работодатели не хотят принимать ее. А все из-за инвалидности по зрению. У женщины первая группа. Амичка считает, что именно по этой причине она потеряла предыдущее место работы. Начались, когда я трудоустроилась на предприятии общества слепых. Вернее, когда там поменялось руководство. Вот там начались проблемы. Ну, например, меня сократили. Без видимых на то причин, на тот момент. Нет, ну причины были, понятно, какие. Ну и с работой справлялась, и нареканий не было. Ну, поменялся директор, и вот произошло то, что произошло. Организации, где трудится более 50 человек, по российскому законодательству обязаны брать на работу инвалидов. Под это выделяют квоты. В надежде найти должность, Анастасия пять месяцев назад встала на учет службы занятости Ленинского округа. И за прошедшее время поняла, ведомство ей помочь не может. Служба занятости заинтересована трудоустроить. Но у них нет инструментов, чтобы заставить работодателя взять на работу. А там еще одна есть ситуация. В одной из школ Ленинского округа, я даже не буду говорить, какой, потому что практика общая, значит, предлагается для трудоустройства инвалида пионер-вожатая. Может быть, это умысел, может быть, это головотяпство. В некоторых случаях, с которыми я сталкивалась, это все госучреждение. Вот точно умысел. Сегодня проблему трудоустройства обсудили в Омске за круглым столом. Руководство службы занятости населения уверяет, ведомство контролирует отношения между соискателем и работодателем. Если выявляются признаки отказа гражданину с инвалидностью в трудоустройстве на работу, связанными не с его профессиональными качествами, и мы это понимаем и знаем, потому что по каждому, по направлению органов службы занятости, если человек не трудоустраивается, то работодатель указывает в документе основания для отказа. И в этом случае работодатели привлекаются к административной ответственности. В прошлом году более 150 организаций, попадающих под квотирование, попали под проверку. Есть, конечно же, нарушения в этой работе, и мы выносим предписания, работодатели их устраняют. Это касается в том числе и негосударственного сектора. На сегодняшний день большая часть организаций, которые попадают под квотирование, это как раз-таки организации некоммерческого сектора. И процент исполнения квоты организациями некоммерческого, негосударственного сектора. Сами же специалисты считают основной проблемой низкую мотивацию людей с инвалидностью. Кому-то не хватает уверенности, кому-то знаний в составлении резюме. К решению этого препятствия в этом году подключились общественники. Мы прорабатываем вопрос в составлении резюме, помощь людям с ограниченными возможностями. Это приобретение их навыков самопрезентации, самостоятельного поиска работы. Это содействие в прохождении собеседования. Наши сегодня ребята обучают, как правильно себя презентовать. На данный момент 29 тысяч амичей с инвалидностью остаются без работы. Почему? Еще одну причину называет инвалид первой группы по зрению Борис Мельников. Вы же не видите на улице людей с белой тростью слепых, или на колясках инвалидных. Почему? Потому что они не могут выйти из дома. То есть это второй момент, это доступная среда. Но даже если все три препятствия удастся решить, это не даст гарантии, что 42 тысячи людей с инвалидностью трудоустроятся. Ведь в регионе люди и без ограничения здоровья не могут найти работу. Алла Аксенова, Сергей Гаврилов, Антенна 7.